Уходя, гасите свет. А еще выключайте газ, электроприборы и не оставляйте детей без присмотра. Сотрудники отдела надзорной деятельности совместно со спасателями и добровольными пожарными ежедневно проводят рейты по квартирам горожан и рассказывают о правилах безопасности. Только за этот год в регионе уже произошло 44 пожара. 8 человек погибли, четверо пострадали. Как рассказывают сами инспекторы, отношение горожан к людям в форме в последнее время сильно изменилось. После газовых трагедий специалистов не только впускают в квартиры, но и внимательно слушают. Ежедневно проводим рейды и с каждым разом мы все видим, что люди как-то более правильно что ли нацелены именно на общение с пожарным надзором, потому что они видят какая ситуация складывается в целом в городе Иваново, в целом в Ивановской области, а сейчас наблюдается рост количества пожаров в целом по Ивановской области. И люди охотно идут к нам на встречу и именно задумываются об обеспечении пожарной безопасности, слушают инспектора. С отоплением все хорошо, а как обогреваетесь? Газовый котел поменяли буквально в прошлом году. Газовый котел, да. Других обогревательных приборов имеется? Не имеется, да? Есть ли обогреватель – вопрос для зимы актуальный. Эти двухэтажки на улице Коллективной в Пустошборе имеют пятую степень пожарной огнестойкости. Полностью деревянные, с газовым отоплением. В случае беды вспыхнут как спички. Если обогреваться неисправными приборами, риски увеличиваются. Жительница квартиры на первом этаже рассказывает – живет как под пороховой бочкой. Сосед сверху газом не пользуется, электричество ему обрезали. А согреваться все равно умудряется. И не только алкоголем. А еще пенсионерке приходится платить за ждевенца. А нам каждый месяц по 1500 плюсам ОДН. В каждой квитанции. Ну понятно, за него платите. Судя по всему, подключил свою квартиру к электричеству мужчина самостоятельно. И соседи за него теперь платят. Газ отключен, да. А электричество? Электричество вот сейчас только что есть. Это вы запитываетесь-то с подъезда, да? А обогреваете как тогда? Ну, сейчас тепло. Ну, у вас тепло. А чем обогреваете? Можно посмотреть? Обогреватель стоит. Чужих денег мужчина не жалеет. В квартире треба обогревателя. В помещении даже жарко. А между тем, это может привести к перегрузке электросети и возникновению пожара. Инспекторы передадут информацию о самовольном подключении в горы электросеть. Пользоваться неисправным обогревателем все равно, что играть с огнем. Вот так выглядит прибор, который стал причиной пожара. Специалисты рассказывают, из-за повреждения шнура питания произошло короткое замыкание, следствием которого и стало возгорание в одной из квартир Ивановской области. Данный обогреватель в результате пожара имеет термические повреждения с внешней стороны. Следовательно, можно утверждать, что внутреннее электрическое оборудование данного обогревателя не причастно к пожару. Однако, с внешней стороны, как мы наблюдаем, имеется медный жил и шнур питания. На конечной части данного шнура имеется локальное оплавление. Предположительно, данное оплавление возник в результате короткого замыкания. Таких приборов, которые свое уже отогрели, в испытательной пожарной лаборатории Ивановской области целая коллекция. С наступлением зимы именно неисправность обогревателей зачастую становится причиной пожара. Специалисты поясняют, каждый раз, когда прибор работает, необходимо обращать внимание на шнур питания. Он не должен иметь механических повреждений и нагреваться. Опасно и использование обогревателей так называемого незаводского типа. Особенностью таких обогревателей являются открытые спирали. При попадании на них горючих материалов, легко воспламеняемых материалов, таких как горючая отделка предметов мебели, тюли, могут привести к возгоранию. Чтобы отслеживать нагревание шнуров питания, в испытательной пожарной лаборатории Ивановской области изобрели вот такие клейкие стикеры с термохромным покрытием. При нагревании они меняют свой цвет и сигнализируют об опасности. Правда, в широкой продаже этого гаджета пока нет. Остается надеяться на внимательность свою и своих соседей.